утро начинается только лишь у валеры с одной кружки кофе почему-то почему-то валера только лишь с одной сегодня 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 на улице жара что-то ни одного облачка не видно вчера у нас такие тучи были немножко был дождь а вон там где мама живет у них говорит ливень был вся соседка приехала с работы она там работает рядышком говорит вообще солнце так и не выходила у нас тут жарень нас бог наказывает или наоборот дает тебе это время дает время чтобы ты доделал из остается уже совсем-совсем немножко помнишь когда укладывали плитку тротуарную писали зачем на такой песок у кого машина не заезжает а если хотел машины заезжает что почему такой песок нельзя типа специальный нужен просеянный мелкий у нас на машине заезжал на машине за ее погажи тоже надо куда-то девать вот сидим и сеем время 10 утра уже жарко до бассейн вчера мы так и не добрали ты уже не на 1 но сегодня завтра такая погода а потом уже это нормально а сейчас холодную наберешь и до кого тоже лишь горячий у нас же горячая вода от агв не хочет это же долго теплая ночью очень тепло ночью у нас очень тепло они от такая валер такая как в пруду как тут делишки делишки растишки вчера все пету не обрезала вот так выглядит вот этот цветок вот видите а есть точно такой же только лишь желтенький такой ближе даже к оранжевому какой-то жук сидит вообще с жарой столько насекомых разных бабочки такие красивые летают крупные раньше таких не было раньше бабочки у нас были обычные коричневые такие с крылышками такие стандартные а здесь может быть я просто обращаю внимание петуни вот эти посадила они ароматные и бабочки очень хорошо садятся на них вообще все жуки его даже тут майский жук решил понюхать цветок и прилетают бабочки крупные такие красивые куда ползешь ну куда ты ползешь ты же не бабочка жук майский майский жук какие-то просто срезала вот прямо так взяла и срезала но не все я же здесь скопом сажала петунью и какие-то просто отрезал чтобы вот новые давал пасынки и дальше какие-то пропустил трогать трогать не хочу петунью она такая липкая что ты там питаешься здесь упадет вон как ползет что у тебя с мордочкой ох так он летает громко а это у меня чернослив вот здесь дал новые побеги веточки мы покупали просто палку было сейчас сейчас вот здесь боковые пошли ой уже жарко так уже жарко чеснок уже все поднимается вот эти стрелки вижу уже скоро выбирать завтра завтра убирать сегодня вечером полью вчера не поливала потому что вольно было сыра хорошо сегодня вечером нужно будет все полить все пролить здесь тоже важно помидорки помидорки думаю им лишнего влаги ты не нужно жуки слава богу все подохли а может быть и нет это вот прям отсюда вижу или может этот цветок отцвел картошка цветет красота 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 такая вот у нас обстановочка надо блины пожарить элиза блинчиков хочет сегодня у нас суббота блинчиков а такая жара ничего не охота он фрося спит они у нас ночью выходит только вечером когда жара спадет фрося спит вот здесь вечером раз так вылазит она там прям так мне полоть вот надо только прополола снова снова до цветов уже не видно вот здесь такое местечко и она вот здесь вот спит здесь тенек хорошо я эту розу и оставляла видите вот такую п-образную делала когда жарко здесь очень хорошо то есть довольно долгое время здесь тенек но пока никак пока здесь такие у нас смотрите какой красивый львиный зев просто он такой махровый о как бархатный такой красивый но он не пахнет может быть есть такая небольшая нотка обязательно надо будет собрать и в одно место семена и в одно место складывать а то я ведь так и не нашла здесь у меня астрочки и он будет до самой до самой осени это меня мама мама мне подсказала про такой цветок до этого у нас не был такой махровый он настю же зовут настя спит у нас еще валер крикни скажу настя спит такая вот расцветка и вот мама алвина тебе львиный зев раньше у меня цветов не было знаете какие были цветочки маленькие такие в общем мама мне давала и соседка тоже мне говорит алвина честные сажаешь цветы я мамы что не сажаешь цветы я говорю я еще это не готова к цветам и вот сейчас соседка смеется говорит вот до этого не готова к цветам и сейчас разошлась разошлась везде цветы и детства ты понасажала то есть у меня как-то периодами получается не периодами а время папа времени как ты что-то определенно вот цветы вот начала сажать цветы понравилось сейчас я их полюбила цветы поэтому как-то все вот так вот у меня происходит раньше вообще мне не надо было никаких цветочков а мама очень любит цветы у нее все подоконники были в цветах я например буду сидеть цветок уже будет засыхать я этого ничего не вижу мама меня ругала ну что ты не видишь то что здесь цветок уже засыхает мам что же много было дело а мне вообще без разницы на них вообще внимание на цветы не обращала это вот этот убираю и помею чтобы не цвел не тут и вот мама меня ругал ты же девочка как это не нравится мне мне без разницы и мама как-то уже успокоилась просто видит если там цветы ты хоть внимание обращай на эти цветы а я вообще их не замечала это сейчас уже сейчас уже по-другому он ведь сколько либиды я же сюда из компостной кучи с компостной кучи землю кидала а еще я видела еще я видела вот календулу вот календула сажал но вот эта простая календула должна быть она как махровая должна быть может быть это семена сюда сами на нападали которые прошлогодние потому что я собиралась именно и посадила вот рассады это скорее всего так он все в лебеди из компостной кучи нам же траву мусю поиском да из компостной кучи землю всю траву туда скидывала и на семена семян очень много было сорняков вот сейчас это все полоть и укроп один и хочу факта вот это вот пробовать подвязать потому что она молчу видите как она так и будет она расти расти но сильно подвязывать тоже не хочу хочу чтобы в этом году она у меня под снег полностью легла чтобы макушки не оставались можно даже наверное я срежу вот эти ветки старые да это вот те которые я не срезала вот здесь же я все срезал ее обрезал но всем за наросла а какие-то оставила чтобы они процевели отцвели и вот наверное я сейчас их срежу и еще принципе два месяца есть и за два месяца они еще нарастут а следующем году будет шикарный шикарный куст весь в цветах ой рудбеки вообще красота это мне подсказала какая-то одна из подписчиц по моему в ютубе очень давно очень давно в дзен я не снимала мне подсказали посадить рудбекию и вот я посадила и теперь любуюсь уже много лет она оказывается еще многолетняя посадил и забыл это мама мне так сказала я потом узнала я до этого полола я посадила знаю то что у меня здесь цветок она процвела цвела на следующий год я к маме приезжаю а я маме еще давала эту рудбекию рассаду у мамы рудбеки у меня нету она говорит алвина она же многолетняя я говорю да ты чё а я все выпололо смотрю какое-то растение сейчас стала обращать внимание уже принципе же знаю примерно как цветы выглядят что что-то такое незнакомое и вот уже рудбекию запомнила и оставила и так красиво вот это уже отсвела вот если еще ее приподнять вот это вот роза роза шиповник наш шиповник от не 7 листочков шиповник такой выведенный быстро отсвела в этом году потому что жарко было когда прохладно она намного дольше вот здесь вот прохладно было именно видимо еще листочек цветочек есть такой вот у нас утречка сейчас пока видео загружалась зашла в youtube мне попалось видео где одни блогеры зашли светофор и вот я посмотрела на скорости так неприятно стало мне еще я особо эту семью не смотрю на просто по это популярная семья и прочитала комментарии но мне некогда я редкий случай когда могу какое-то видео включить и посмотреть это я смотрю всегда на со скоростью умноженное на 2 где быстро говорят быстро быстро посмотреть и дальше свое видео записывать пилить свой контент и вот сейчас валеры разговариваем я говорю помнишь мы тоже светофоре закупались когда и денег не было сейчас вот вот даже это последний раз мы пошли видео не записывала там я валер там чего давай колбасу говорю какую-нибудь на солянку возьмем там ну там разные есть колбаса есть их можно и такую неплохую найти там такая же ценовая категория я говорю давай на солянку же пойдет как бы нам чисто так для вкуса валера да ну да я говорю о какой деловой стал раньше и молоко там покупали когда денег не было когда была такая финансовая колбасу 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 не ел ел майонез сейчас на майонез не надо там молоко там покупали молоко нормально печеньки всякие покупали когда денег не было когда была такая финансовая ну то есть у нас же много денег и на дом уходит и хочется и так и так и так подрассчитать где-то еще мы как молодые транжирили деньги на всякую фигню да хотя можно было бы например это не покупать и вот я когда включаю вот такие видео мне так становится неприятно но сейчас мы редко туда ходим это вот я последние разы что валер давай туда съездим там нужно мясо вот хорошие мне нравится воду куриные голени а потом по бытовой химии я тоже там покупаю сейчас находки там принципе такая же цена что-то дороже что-то дешевле салфетки влажные там ватные диски находки сейчас например есть шампунь ильцев а в светофоре такого не был мы светофоре и шампуни покупали мылись и туалетную бумагу то есть мы там прям закупались и для машин там прикольные вещи и для машин слоеное тесто в общем много мороженое вот да да и вот тоже я когда покупала мороженое там начали писать типа ой да какой может быть мороженое это башкирское мороженое здесь светофоре просто они намного дешевле продают они это все-таки как склад это склад там же нету вот этих полок там нету продавцов вот таких которые будут раскладывать все вот так по полочкам что было красиво они сэкономили на этом помещение просто помещение туда завозят продукцию вот нектарины мы покупали светофор вот в таких магазинах даже взять монетка пятерочка там магнит да это я не скажу что это вау какие магазины пятерочка магнит и арбузы вкусные и нектарины сладкие спелые вкусные просто там не все убирается там нужно просто смотреть и знать то что ты берешь состав где-то прочитать потом вот эту полку под телевизор потом мебель начали привозить кухня там было да вот кстати подружка кухню там купила то есть на временно у нас была кухня вот кто новый дом например переезжает и кухни нету но все равно потом купят как бы новую да а временно же тоже не будешь ведь ты все это на столе как бы куда-то все равно кастрюльки спрятать припрятать почему бы и нет на даче покупают там вот эти кухни я купила полку в светофоре мне потом столько раз спрашивали что за полка что за полка варера говорит надо купить и перепродать а сейчас и на вал бересе такого же качества продается ну вон висит уже сколько два года висит эта полка два года висит и ничего с ней не произошло и вот когда включая такие видео где вот так вот обсирают где вот это фу фу мне так становится неприятно да это знаете это очень хорошо то что есть такие магазины не у всех есть возможность даже у тех же бабушек да они же свою пенсию для своих детей для своих внуков внукам получше детям получше где-то денег подкинуть где-то еще а сами вот сходят купят чё подешевле раньше такой возможности не было все-таки да на базе если еще в городе ты живешь на базу можно было съездить база оптовые вот эти до закупил а например моя мама с папой они могли съездить но это все в руках тащить надо было они все вручную это притаскивали на санках зимой летом тоже там какие-то телеги не знаю в общем это не ближний свет раньше на огурь и вкрыли тоже раньше мука 50 килограмм сахар 50 гречку 50 там не было по килограмму а ведь еще время задерживали зарплату постоянно задержки постоянные были это сейчас тоже все стабильно пособия стабильно оплачиваются зарплату все равно стабильно оплачивается как бы в таких конечно есть как строительство да где-то обманывают но и люди сейчас тоже строители не найдешь нормальных строителей не доделывают работу либо на отшибись все это делают а потом это ну так по круговорот одним словом это вечный круговорот а все равно сейчас стабильно более-менее как день в день зарплаты даже участников день день зарплаты то есть можно как-то подрассчитать намного намного проще то мы тогда закупались это валера работал и в такси работал мы туда ездили закупались у нас здесь выгляну еще не было светофора мы случайно в общем в город как ехать там по обе по объездной шакша там светофор 1 открылся и мы туда зашли и вот тазик у меня есть я его помнишь 20 литровый его за 100 рублей купила тогда эти тазы но в то время где-то 300 400 стоили уже тогда такие большие так он вон у меня знаете сколько лет уже этот тазик служит до лейки вот такое вот все так неприятно смотришь мы можем тоже в каких-нибудь магазинах закупаться в тех же метро например съездить да кстати я хочу ради интерес туда заехать посмотреть какие цены у валеры мама когда была жива у нее была карточка в метро она тут вы туда ездили мама туда ездили да там первым метро там вообще ужас был все эти зашли там такие очень люди по дороге едят все фантики кидают там очередь километровую прям там все это типа для и пашек по карточке вон через кого хочешь сделать можно было сделать да и раньше так было что там ничего такого ну в итоге все равно родители закупались ногу на базе да в основном огуревку всегда там рядышком потому что рядышком было да ну и там все еще хочешь есть там склады тоже просто склады заходишь там базировки там рыбы там мясо там это а еще мы зашли там значит сыр билибеевский я хотела взять он мне не разрешил взять сыр на пиццу можно чего-нибудь там отбивные сделать там до билибеевский наш сыр просто он побольше размером побольше специально для светофора ну то есть дорогой какой деловой вообще говорю это я прям ходила смотрите на этого делового человека городской дорогой был яска да не ври дорогой а то есть вот спустя даже столько время времени у нас как бы и доход стал получше да и вот как изначально даже когда мы блогерством занимались но для меня и знает как люди живут как они выкручиваются до пытаются все это и вот когда вот смотришь вроде бы ты сам с низов ты сам как жил да и начинают вот это вот ха-ха-ха но она вроде как не обосрала уж совсем то там значит этот магазин но суть в том то что видно было как есть смешно вот мы в пятерочке покупаем global village господи такое ощущение будто бы они в москве же есть какой дорогой магазин я смотрела я не помню название но я смотрел там знаменитости туда ходит и здесь в уфе же есть до дорогой магазин ты рассказывала шеф там начальник заходил так и здесь подсмотришь джипы подъезжают закупаются до покупают все футболки ну вон девчонкам например они вырастут вот на улице гулять а полотенце смотри какие хорошие купили полотенце я уже их столько раз постирала на 8 марта ты меня одно полотенце помнишь на 8 марта вот что я купил потом я увидела говорю блин хорошая сколько стоит она что-то цена там 200 рублей не 200 с чем-то погрю надо валер еще съездить купите расцветка такая красивая но более современный сейчас же все таких пастельных тонах я и мы поехали вот сколько кстати им даже приятнее я бы вообще там бы купила все эти полотенца вот эти какие-то в тряпке пустила старые надо вот закупить вот светофор съездить и купить смотреть постельное белье вот мы тоже девчонкам купили а помнишь мужик можно колбасы нет дорогая но это нам но это с вообще это сейчас нам смешно это было смешно просто то что мужик стоит возле колбасного отдела и жена он жене можно я колбасы куплю она так посмотри нет дорогая светофоре то есть там есть потом помнишь ты покупал есть там типа сыра копченого не помнишь ты покупала эти а вот пиву к себе чипсы мясные потом где они пошли сейчас везде есть магнит магнит а раньше только там было да и то вкуснее было не как бы я сейчас везде они есть а раньше только там же был и вот мороженое точно такое же мороженое что светофоре что у нас здесь продает у нас башкирская у нас здесь и производят башкирский башкирский экстрем мороженое быстро его разобрали кто-то в деревне купил и там продает по 80 рублей а здесь 30 рублей 102 так здесь ездят покупают у кого вот дома они туда ездят специально закупают вот это вот мороженое забьют морозилку и дети ходят едят потому что вот например я ребенка не отпущу 1 в магнит у нас здесь довольно далеко настю там до школы например еще и пройти чтобы она сходила купила мороженое да ребенок и не пойдет как нам вот здесь и сейчас надо да потом лед вот этот вот всякие вот 12 рублей а ему такая цена как раньше стоили так почему очка было да мне нравились дыня вот это дыня вкусная сейчас его нету кстати и то есть они же ходят вот сюда же в частный магазин то есть я сюда их отпущу я не купит это мороженое в 3 дорога так чем покупать не знаю сколько а магнат и твиксы они очень дорогие то есть я не скажу то что наши дети там не едят вот такие такое мороженое но и такое тоже вчера я покупал валера ну твикс заезжал магнат поэтому вообще мне так неприятно смотреть откуда знаешь вообще к что в жизни произойдет плюс ко всему сейчас такое время туалетная бумага какая разница чем извините за выражение жопу вытирать нет вот это тоже деловой папе ему надо набережные челны один раз купила набережные челну заканчивается туалетная бумага лиза маленькая бы была вот так вот на руку наматывает на пол туалетной бумаги я говорю валер давай пошли магазин я взяла набережные челны ну вот это дешево пусть на запасе вот так закончится вот это папе я хоть набережными челнами подсереться как говорит а до этого светофоре покупали тоже туалетную бумагу ну ты же деловой тебе же нужно лопухами раньше поцарались до сих пор на рыбалку вот так вообще меня бесит как вот люди сегодня ты живешь хорошо сейчас блогерство это прикрою да все прикроет а чё делать люди будут огороды не сажают все газончики посадили все вот это прикроет ну конечно будет конечно же возможность как в другом месте заработать это уже от человека зависит если он привык там из дома работает до найдет возможность найдет какие-то пути ходы и начнет зарабатывать но раз на раз не приходится одни жили хорошо ездили по морям все прекрасно на пенсию вышли светофор ходят закупаются о чем это говорит на тюрьмы от суммы да не не зарекайся как говорится поэтому я вообще не люблю когда вот так вот начинают рассуждать когда начинают вот так вот говорить а еще с таким посылом унижающим что ли ну было бы у людей возможность крупная конечно же и картошку бы я бы не сажала была бы у нас возможность да ну не знаю у меня огород все-таки для души мы можем картошку не сажать например данный момент мы можем покупать но огород у меня для души м для души полет там же есть огурцы я вчера только собирала свежий рыба там тоже горбуши все продают чем я не знаю покупают закупают также готовят нормальный магазин просто надо смотреть смотреть и знать то что ты покупаешь и все но и хочу хочу добавить ко всему этому то что это не значит что что не нужно стремиться конечно же нужно стремиться к лучшему давали как бы с одной стороны хорошо а вот так с валерой сидим до не забываться кто то есть на самом деле откуда ты не выпендриваться вот например я могу даже взять тетю нашу в пример датью женю вот они вот тут давно на нас подписано они видели у них шикарный дом тоже большой квартира то есть там и но они работали у них свой бизнес они бизнес свой много лет держали да то есть они работали они работали дядя мог среди ночи встать поехать по работе а не так то что у меня бизнес я буду лежать лежать там загорать смотреть отдыхать бизнес это еще сложнее по сути до держать чем просто ходить на работу на работу проще ходить ты никому ничего не должен бизнес это совершенно по-другому это ответственность вот даже блогерство это тоже можно сказать как и работа как и бизнес вот например я могу же в любой момент хотя все я не буду снимать но ты уже чувствуешь вот эту ответственность то что тебя люди смотрят тебя возможно кто-то ждет и теряют невозможно вот три дня не вы к не выкладываю уже все уже везде все пишут алвиновы куда пропали если например не предупредила где или там тебе прогулок еще с одной стороны это думаешь блин так ну бывают такие моменты когда устаешь особенно все не хочу ничего снимать все буду отдыхать нет сегодня там выложила видео с утра просыпаешься нет все надо снимать и то есть ты вот вот так вот и получается круговорот но не надо забываться кто то есть и вот сужение например они своим трудом они все это зарабатывали деньги деньги есть она может также спокойно ходить и покупать все что хочешь мама же рассказывала валер мама с ней общается и маму вот смыть мамы разговаривали она говорит что мол вер тюджини с мамы когда разговор я прежде чем поехать артур брат там есть приложение крокодил по и дадим по моему до скидки где пишут все везде по всем магазинам посмотрит где какие-то скидки она съедет по скидкам этим купит и ваша не еда в разных магазинах хотя при этом они отдыхают в разных странах в китае она ездила дату много где в германию там у них родственники тоже как бы с дядиной стороны живут то есть но опять же она она сажает огород она сажает картошку давали она ягоды собирает она грибы собирает она всю заготовки огурцы все заготавливает там чай даже иван чай набрала иван чай там его же не так просто иван чай то не просто заварил и пьешь она как-то насушила что-то там крутила но суть том то что она даже заготавливает как бы вот закалки такой может быть конечно это вот то что советское время так повлияло я не знаю но это же неплохо неплохо и нету вот этого какого-то выпендрежи там ну светофор она кстати не ходит вот ну и опять же и не позорит то что там фу там светофор там мой как то можно покупать что там такое магазин как магазин просто надо смотреть а когда денег нету то то уже этому магазину рад согласись вот так вот такие вот у меня мысли и вот про мне не понравилось когда я посмотрела ну что вроде бы ходил у там так это о смотри давай возьмем как-то так даже отчасти смешно ну как-то вот это по простецки вот так она такая звезда из челябинска а челябинск тут рядом что вот я и вот челябинск да то есть рядышком у нас даже похож и чай ты решил у меня есть хомяк этот или за или за туда это разбогатеете богатые будете с этим хомяком ой надо полоть сейчас такая погода хорошая облака давали белогревые лошадки сейчас сейчас заливать бордюры надо заливать бордюры уже остается всем совсем чуть-чуть здесь я тоже посадила такой вот красивучий красив учий это и смешнее всего и и смешнее всего слушать вот когда вот такие вот выпендрежи всякие когда-то человек сам же выкладывает до своей жизни как бы люди уже принципе знают как человек жил и когда через какое-то время вот это вот и меня прям так подбешивает там такой смешной комментарий был так интересно наблюдать над улюминиевым тазиком который возомнила себя о себе хрустальной вазы ну часто же так смотришь господи ты деревенская деревенская ты чё ты себя строишь не знаю кого или городские есть которые переехали родители да все мы городские кто бы что ни говорил деревню деревню не увидишь вот ягоды например нравится не то и эти ягоды собирать и я кайфую от этого процесса просто мне сам процесс нравится а когда ты еще видишь результат сварили сварила вот это варенье и лиза там и настя кушают это так приятно так приятно что хочется еще собрать еще набрать эти мне это нравится и плюс ко всему дети все это едят и все в траве сейчас полоть буду сейчас надену купальник и буду полоть как раз солнце будет спину ладно поболтала я вам тут немножко свои недовольство пора делами заниматься получается красота или валер это насть это и влияет насти явле его который это блогер ты она же сама деревенская по сути тоже звезда то было не знаю какая да но еще потом круто круто звезда звезда устроила не знаю чего а потом на всю камеру ой простите извините как говорится будь проще люди потянутся должны быть проще и люди потянутся а у тебя плитка не это повышенная на надо нет бордюр не ты еще плитку положишь она у тебя будет видишь как ну я у тебя спрашиваешь тебе не учуешь тебя спрашиваю хочу прям под это вот так что прижата было чуть выше я же раствор еще кидать не просто надо просто примерно пока вымереть я пошла переодеваться и получить и наступил вечер клумбы прополоты все полито все полила провела огурцы уже цветут уже маленькие огурчики в открытом грунте единственное что не сделала это надо сейчас будет политик газон а валера уже почти почти заканчивает здесь осталось совсем совсем чуть-чуть такая вот получается у нас красота здесь тоже клумбы будет продолжаться чуть-чуть поуже чем это целом неплохо единственное здесь такая большая ступенька получается план здесь валера сделай там подумаем подумаем что сделать высоко получается очень высоко ну ладно красивучий закат сверчки поют трещат классно у тебя вечерние процедуры да как водичка у валер теплее парного молока парное молоко это когда корову дует коровку она же молчко дает корова и она тепленькая парное такое называет парное молоко а настя что не идет купаться клубнику принесла и сейчас клубничку собирали на элиза насти ой также лопнет как у тебя какой шикарный вид у тебя смотри на меня шикарный вид на закате плаваешь да на закате ладно сейчас фотографирую кто лопнуть но он же маленький он же не предназначен чтобы на нем лежать вот так сидеть это другие круги но он тебя выдержит настин не холодно тебе а ты полотенце взяла забыла здесь воды мало можно лежать да только рукам один минус рукам холодно холодно рукам да плывешь плывешь валер чего будем дополнять бассейн или нет завершающий прямой какой ну под размеры там маленькая по моему осталось такие маленькие можно а ты все я поняла это место сейчас это выложит и останется последний рядочек такая вот красота ляпота и вот эти вот петуни можно некоторые вот сюда вот так выставить будет красиво давали вот эти вазочки с петунькой можно будет да сейчас можно будет а сюда можно наступать пока не а а а а и россии просидет а но возьми одну плитку такую а вот эти две не пойдут вот сюда вниз вот так положить вот эту маленькую а это наверх нет здесь же кумба будет земля нет я говорю ты вот эту вот вниз поставь мне не маленькую маленькую сюда вот это как эти поставили здесь будет валер кумба нет можно вот так плашмя поставить так что вот так положить положить и на нее вот это просто смысл мне нашу закрыты было мне эту на и сюда поставишь она выдавливает так видишь а две вот таких маленьких одну сюда одну вот сюда вот такие две одну сюда одну сюда мне же сколько это высоты стараешь пазл ты же любишь но уж лучше валер чем кого вот эту плитку какую-нибудь брать а можно вообще здесь оставить не выдавит потом все эти не подходит там же еще есть валер то я имела ввиду вот так да я понял эту на дружку ты ложишься нет одну вот так и одну вот сюда и одну вот сюда узенькую поставить а где эти такие вот вот ну можно хотя бы так поставить или одну да вот так одну сюда а одну вот сюда вот так одно чуть ближе одно чуть дальше главное же чтоб песок сильно не уходил все ну чтоб вообще он не уходил нет 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 а здесь цементом залить клуба любит тут заморочится чудо нет я у меня там ягода хвоста растет подыхает хвоста вот одну сюда пересажу хвосту как раз будет хорошо теперь мне нужно сюда землю где-то брать и лягушка русалочка русалочка ты мне кажется были еще где-то вот такие маленькие узенькие русалочка элиэр это же элиза элиэр есть ариэль а ты ариэль эриэль эриэль да на эже у тебя имя начинается эриэль с легким паром что теплая же вода с легким паром да вы в ванной в такой купаете почти чуть-чуть потеплее да холодно айда вон оттуда проходить надо сбоку 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 нет 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 проходи здесь потому что цемент нельзя чтобы он упал вот это такой бордюр да сейчас домой приду что-то решил маленькой зацементировать да вот 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 Продолжение следует...